В Канашском районе решают, что делать с мусором. Проблема вывоза твердых бытовых отходов назрела еще в прошлом году. Недавно в Канаше закрыли городскую свалку. Место под строительство определяли несколько раз, но каждый раз местные жители на публичных слушаниях не соглашались со строительством пусть и современного, но все же полигона ТБО. Сегодня в Канаше прошли очередные публичные слушания. Там побывала и наша съемочная группа. Общественные слушания по строительству полигона для захоронения твердых бытовых отходов проходило с аншлагом. Свободных мест в зале совещаний местная администрация не осталась. Причем многие были готовы простоять в проходах между рядами и даже в коридоре администрации. Из-за этого процедура регистрации затянулась на полчаса. Причем приезжали сюда жители не только Канашского района, но и из других муниципалитетов. Хотя, конечно, больше всего эти слушания интересовали жителей Табурдановского сельского поселения. Именно здесь должен появиться новый полигон ТБО. Хотя большинство выступают против этого. Собрание проходило в непростой обстановке. Люди приносили сюда даже вот такие рукописные плакаты. Специалистам и представителям администрации не раз приходилось буквально перекрикивать зал. По словам экспертов, это будет действительно современный комплекс. Мусор здесь будут сортировать, создавать специальные брикеты и только потом захоронять. Экологии этот полигон угрожать не будет, уверяют эксперты. В настоящий момент, в том месте, где планируется полигон 10 ГА, участок находится в резерве 30 лет. На нем не производятся никакие сельскохозяйственные работы. Но у людей, в частности у жителей Табурданова, правда, своя. Они говорят, что территория, где планируется построить полигон, является излюбленным местом отдыха. И уж тем более, никто не верит в то, что комплекс не будет загрязнять окружающую среду. Выступления представителей инициативной группы даже прерывались аплодисментами. Против строительства комплекса выступает абсолютное большинство. Их точку зрения поддерживают и жители окрестных Табурданова деревень. На слушаниях люди выступали довольно эмоционально. Если вы там были, вы должны видеть, какая там прекрасная люцерна. Это корма для крупного рогатого скота там растут. И эта земля никогда не пустовала, не даст соврать табурданское, яманское, маякское население. Дальше. Вот эти, эта земля используется именно по целевому значению, сельскохозяйственному назначению. Но то, что подобный полигон району необходим, уже очевидно. Существующая свалка в Канаше закрыта, и сейчас мусор вывозится в другие районы. Назревает угроза того, что в ближайшее время в муниципалитете появятся и стихийные свалки. Решит проблему только новый полигон ТБО. Изначально его планировали построить в Комсомольском районе, но на личных слушаниях там этот вариант отклонили. Сейчас эксперты уверяют, что Бурданово для возведения сортировочного комплекса является самым идеальным местом. На данный момент с города мусор вывозится на полигоны поселка Ибреси и поселка Канары Цивильского района. Куда возят сельские поселения и район, для меня загадка. Поэтому администрации города совместно с правительством Чувашской республики добились в Москве, в Министерстве экономического развития России выделение финансовых средств в размере 232 миллионов на строительство полигона на 2015-16 годы. Прекрасный полигон показали. Пожалуйста, послушайте, еще раз говорю. Красовый. Почему бы не построить? Я еще раз говорю, я не говорю, что именно Табурданово. Но строить надо. Что же кто-то против, кто-то за, окончательное решение будет приниматься в Москве. По итогам этих слушаний местные власти принимают предложения, их будут учитывать в работе. Окончательное решение по строительству комплекса будет принято в самое ближайшее время. Правда, сейчас жители требуют провести уже публичные слушания в Табурданово. Но похоже, что люди настроены решительно и отстаивают свою точку зрения. Они готовы до последнего. Жители Табурданово даже наняли адвоката. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.